Рыбка, рыбка, где твоя улыбка? Полная, задурая я. Спеши слова! Всем привет! С вами вкусные блюда. Сегодня будем готовить скумбрию, запеченную в духовке, фаршированную луком. Что нам нужно для приготовления данного блюда? Во-первых, нужна скумбрия замороженная. Скумбрию я взял предварительно за сутки из морозилки, переложил в холодильник. Она там прекрасно себе разморозилась. Теперь я скажу ингредиенты, которые необходимы на одну рыбку, на одну скумбрию. Размер ее от 400 до 500 грамм. Значит, что нам нужно? 50 грамм сливочного масла, 2 столовые ложки панировочных сухарей, 2 лука, 2 штучки или 1 крупный, 1 чайную ложку горчицы, 2-3 столовые ложки оливкового масла и немножечко лимона взбрызнуть в нашу рыбку. Итак, берем скумбрию, вспарываем брюхо от головы до анального плавника и удаляем все внутренности. Голову в данном рецепте не удаляем. Удаляем жабры, я уже удалил, и срезаем анальный плавник. Все, и хорошенечко промываем под проточной водой. Теперь при помощи острого ножа и ножниц удаляем позвоночник и кости вот эти вот крупные боковые, стараясь не повредить шкуру на спине. В идеале у нас должно получиться вот такая вот книжка, открытая с целой шкурой с обратной стороны. Итак, получились две вот такие книжечки. Теперь берем, подсаливаем, перчим и сбрызгиваем соком лимона немножечко. Теперь нарезаем лук мелкими кубиками. Добавляем сюда оливковое масло и обжариваем на среднем огне до приобретения золотистого цвета. Так, лук поджарился до золотистой корочки. Теперь фаршируем рыбу. Так, рыбу нафаршировали. Теперь берем бечевочку, подвязываем, чтобы рыба не расползалась. Итак, рыбу нафаршировал, подвязал. Теперь берем буквально по половинке чайной ложечки горчицы и обмазываем с каждой стороны. И берем, посыпаем панировочными сухарями ровно столько, сколько прилипнет горчицы. Вот так она выглядит. И уже складываем форму, в которой будем выпекать. Кстати, я вот сюда положил лимончики на форму, для того, чтобы не пригорало к форме. И последнее перед отправкой в духовку берем сливочное масло тоненькими кусочками, выкладываем сверху. Так, вот так вот оно выглядит. Теперь отправляем это в духовку, разогретую до 220 градусов на 30 минут. Так, 30 минут прошло. Все готово. Я ее достал. После того, как я ее достал, взял на противень, которое масло осталось, взял еще сверху, полил. То есть вот так вот оно выглядит. Подавать это можно запеченным картофелем или свежие помидоры с сыром. То есть здесь уже на каждый вкус и цвет. А я вам рекомендую приготовить, потому что сочетание сладкого карамелизинового лука с самой скумбрией, то есть оно очень-очень-очень вкусно. Все, на этом всем пока. Кому понравилось, лайк ставьте. До новых встреч. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Счастливо.